с миром с миром виктор николаевич слышно отлично слышно как вы там да как сейчас так из сада вернулись на малину тут ходили а тут еще свои готовим на рыжковский пруд они вы и возили вернулись я уже готовлюсь спать разъехать ночью 6 человек ночью 6 человек уехала совсем мало нас осталось брат вячеслав еще там уехал ночью путешествующий до когда тихо и нужен совет ваш но вы помните я по скайпу выходил рядом со мной была сестра пожилая не на нина васильевна я с ней понемногу занимаюсь когда мы приезжаем в приход с китом скит всех святых после служения отходим в сторону читаем писание толкование и вот в это воскресенье еще предложили двум сестрам я говорю мы сейчас помолимся оденьте платочки они одели никаких не было возражений помолились начали читать евангелие которая на литургии читалась это исцеление слуги сотника иисусом христом до читали ну я не помню сколько там минут беседов сестры кто-то что-то читал дополняют вот то есть уже какое-то небольшое занятие у нас получилось тут появился священник а кто вас благословил на это дело 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 в том что священник меня уже знает я с ним беседовал он крестил мою дочку феодосию и крестил небрежно он в одно погружение сделал а два не полностью это все у меня на видео заснято я ему конечно подходил показал апостольское право 50 и подходил еще с тем чтобы проводить какие-то беседы вне церкви чтобы апостола прочитать толкование блаженного феофилакта или евангельское чтение он как-то уклонялся что надо у епископа там благословиться еще что-то там говорил но потом третий раз я уже подошел но отец говорю андрей ну вы бы проводили ладно у меня как бы сторониться он-то знает откуда я приехал я его альбом показывал помните елена годы щуку или кто там участвовал этом вот большой альбом большого формата она высылала я тут показывал прихожанам вот и сказал в индивидуальном порядке у нас беседы но в индивидуальном я и начал беседовать сестра заинтересовалась вот эта нина васильевна она вышла на ваш канал очень заинтересовалась тем что вы говорите по священному писанию не взирая на лица прямо как написано никуда не как говорится не крутите как это бывает у батюшек там взирая на власти и так далее и вот это ее привлекает что вы говорите по слову божьему вот с ней я и начал проводить эти маленькие занятия беседы и он тут на меня конечно восстал вот вот какой совет не дадите я даже ну я подходил к нему очень говорю вы сказали так и так он как бы не слышит и вспомнил то что я раньше с ним беседовал по 50 апостольского правила обвинил меня в лжи он значит небрежно это сделал крещение а я вдруг оказался как бы виноватым там в толковании говорится что еретик который в однократное это ересь в однократное крещение но еще и говорится что если не три погружения это говорит там милоши за нара говорят об этом я хотел ему открыть прочитать он ушел с вами говорит невозможно беседовать так у нас и не получилось говорю я не дерзко почитаю его кто батюшка он старше меня вот какой совет дадите такой ситуации тебя бог благословил так и делай не отступай ни на шаг ты даже ничего не будешь делать он будет грызть тебя и перед богом ты больше не прав а ты занимался и занимаешься бог полу оставил тебя еще с тобой сделает у него видите как вот это как у батюшек невозрожденных благословение благословение везде нужно я сегодня сегодня вечером я проповедь на эту тему говорил как раз там еще монахом россии который один единственный в этом скиту я с ним поговорил но он отец андрей говорит что как отец амросии но я подошел к нему тот не ополчился ничего по-доброму ну только такую фразу говорит что православие нет такой традиции благовестовать я ему говорю я благовестник у меня я первый обратился в семье стал благовестовать родственники нет такой традиции да как нету апостолы кто были то ну просто не знает просто привязаны к храму к исповеди причастию как и везде но он сказал так что как отец андрей отец андрей как отец амросий отец амросий как отец андрей друг на друга так смешно даже и он так рассердился даже поговорить нельзя просто поговорить что вот смотрите отче как написано давайте толкование что я такое беру то слово божие блаженного феофилакта он кстати на французский насколько мы знаем не переведен заталус переведен но и знает его монах знает он кстати знает отца и акима когда приезжал в девяностом году был в германии вот этот отец амросии еще не был подстрижен монашество был то ли послушником там и помнит отца и акима отец аким там обличил он это помнит до сих пор женщин которые без платков храме такую горит так еще руку поднял такую горит пропасть сказал обличительную ну правильно отец аким по слову все говорил вот так что или нам такой вариант что просто собираться где-то чтобы их это никак не тревожило нина васильевна говорит я вот этих сестер могу взять и мы просто можем выехать и позаниматься и все но мне хотелось бы русскоязычных привлечь да там мало и может быть кто-то из француза кто может переводить подошел бы отдельно пособираться просто у нас после служения трапеза там чая пить и кофе пьют потом трапеза кто остается а духовных бесед нету а вижу что души то жаждут ничего не знают то не новосильно говорит мы ездим ну кто чего знает а тут я начал растолковывать уже понемногу какая-то беседа завязалась и все вот он и враг и вылез как-то они не выходят на скайп не знаю почему тоже я привлекал много визиток раздал но ничего не двигалось стал молиться чтобы господь даровал единомышленников сколько времени то проходит и вот не новосильно заинтересовалась так она давай другим рассказывать про вас про вашу деятельность чтобы по писанию говорите невзирая на лица вот прошу молитв чтобы это дело продолжить она сама видит что что-то не так со священником что-то никуда не туда он пошел как говорится не в ту сторону ну вот так ну я конечно как не знаю стоит ли с ним говорить или игнать технич или наша как пророк исаи говорит наше дело сидеть спокойно потому что он ну не скажу что бесноват но раздраженный такой было на что раздражаться сюда приезжают скид люди мирские совершенно в штанах заходят курить там запрещено они курят за скитом но их же прихожане курящие я его обличал за это дело кого вы говорю причащаете батюшка это курильщик это демонская ходильница они после литургии идут курят за скитом батюшка выжигаю погибнете и ваше паство как святитель ян затаус говорит ну конечно ему это явно не понравилось но после этого как-то у нас отношения не нарушались он не разобиделся а тут поднялся на меня вывез без благословения вот я ему привожу 6 вселенский собор 19 права вы же должны поучать своих прихожан клир я же как ваш помощник батюшку очень говорю ну как же почему же рассердился то на меня он не намного старше меня можно лет 6 7 но как-то диалога не вышло и думаю потом следует ли к нему подходить как вы думаете не следует ты делай свободно бог тебя благословил когда ты крещение принимал а эту дурь то их никогда не победить ты делай я всю жизнь так работаю у меня врагов только в черный список занес за три года двадцать тысяч человек двадцать тысяч так это две дивизии 20 тысяч еще на них смотреть меня бог призвал избрал я и делаю что положено а на них смотреть ничего не сделаешь только перед ними будешь как таракан ползать ну да я еще думал что обратиться к епископу но наверное не следует это еще больше будет ожесточение наверно так как вы думаете вот на твоем месте я бы был даже внимание не обратил уже бы сколотил две общины каждый день заниматься надо на них смотреть не надо придет время он одумается тебе меня слышно да конечно слышишь но так и делать свободный ты свободный человек миссионер сколько проехал сколько выступлений было не они никогда не уступаем ни в чем в этих вопросах бог благословил а вы люди смертные в евангелии не знаете а бог будет судить по евангелию 1248 евангелия ты она ну вот я так и думал что наше дело сидеть спокойно и делать свое богоугодное дело киписка будем тишись епископ поставить преграду больше чем они меня скажи бог благословил когда я крещение принимал сестра обратилась муж брат обратился еще надо то еще все отхожу да спасибо христос всегда тихо аллилуйя радость у нас велика что столько душ крестилась там а ты видела на сочетание а ты не ошибаюсь ты это видел ну да да хорошие люди здесь игнат тихоевич санкт-петербурге никита ивонин фамилия он готовится к крещению он потерявку не мог у него родители там неверующие сильно против то что он верит помолитесь он я говорю ты подожди сейчас брат михаил при прилетит потерявки крещеный он уже прилетел и пусть он у тебя там будет чтобы священник не куролесил как говорится вот как они всегда делают да и он пошел меня вот наверное на следующих выходных он нашел там батюшку сельского я говорю ты как бы ну не обольщайся они вроде говорят что погрузят а потом начинают там чё попало делать чтобы там братья были с тобою и вот помолитесь об этом деле никита ивонин он тянется к благочестию жаждет этого крещения благовествует с братьями ходит распространяет евангелие звонит не очень часто там ну так пообщаться посоветоваться вот так санкт-петербурга а у нас тут санкт-петербурга как раз и был он михаил то да да вот это то есть михаил он уже на месте прилетел никита мне сообщил мы живы здоровы слава богу ну все спаси христос за молитвы на тебя каждый день молимся вас вы в числе благовестников благодарственная за вас ну все с богом брат дорогой действует аллилуйя слава христос